Деньги на свободе Эти же темы мы обсуждаем и в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Об этом в интервью РБК заявил бенефицар компании GML, которая действует в интересах бывших акционеров ЮКОСа Леонид Невзлин. Российские власти будут оспаривать решения апелляционного суда Верховным судей Нидерландов. А если надо, дойдут до Европейского суда по правам человека. При этом уже сейчас открыто заявляется, что какие бы решения эти суды не приняли, выполнять их в России никто не собирается. Так что параллельно с подготовкой апелляции чиновники будут стараться вывести из-под удара российские активы, которые могут оказаться арестованными в обеспечении очередного судебного решения. То есть заниматься тем, что подпадает под нормативные акты об отмывании и легализации доходов, полученных преступным путем. О преступном пути говорить сейчас вполне уместно. Тот факт, что акционеры крупнейшие на тот момент и лучшие с точки зрения корпоративного управления российской нефтяной компанией были ограблены, установил международный арбитраж ГАГИ еще в 2014 году. И представители России этот установленный судом факт даже не оспаривают. Главный аргумент защиты состоит в том, что рассмотрение этого вопроса не находится в юрисдикции международного арбитража. Мы решили напомнить основные этапы этого самого, как сейчас принято говорить, резонансного дела за всю постсоветскую историю. Об этом небольшой сюжет Алены Вершининой. Михаил Ходорковский и его адвокаты считают, что дело ЮКОСа началось с совещания в Кремле. 19 февраля 2003 года президент Владимир Путин встретился с лидерами российского бизнеса, чтобы поговорить о вреде коррупции. Ходорковский привел в качестве примера коррупции покупку государственной Роснефтью маленькой северной нефти. За фантастическую на тот момент сумму 600 миллионов долларов. Путин сделку обсуждать не захотел. Зато поинтересовался у Ходорковского, как его компания получила сверхзапасы. Вы упомянули про Роснефть и сделку с СИП-нефтью. Я думаю, что, конечно, представитель Совета директоров должен как-то отреагировать на то, что вы сказали, объяснить. Хотя некоторые вещи, конечно, на первый взгляд на поверхности лежат. Это госкомпания, которой нужно увеличить свои запасы, которых запасов как бы не хватает. А некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. Вечером 2 июля 2003 года стало известно о задержании председателя Совета директоров Минатепа и совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Генпрокуратура сообщила, что обвинения связаны с приватизацией горно-богатительного комбината «Апатит» 9-летней давности. Лебедева заподозрили в хищении принадлежавшей государству 20% акций над сумму почти что в 300 миллионов долларов. События развивались стремительно. 23 октября генпрокуратура отправила в ЮКОС вызов на допрос для Михаила Ходорковского. А уже 25 октября, около пяти утра по московскому времени, его задержали в аэропорту Новосибирска и спецрейсом доставили в Москву. После допроса главе ЮКОСа предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. В тот же вечер басманный суд арестовал бизнесмена. В июне 2004 начался первый процесс по делу ЮКОСа. Суд продолжался менее года. Подсудимые виновными себя так и не признали. В мае 2005-го Мещанский суд приговорил Ходорковского и Лебедева к девяти годам лишения свободы каждого. Ходорковский назвал дело ЮКОСа, цитата, «памятником басманному правосудию». Платон Лебедев заявил, что этот приговор не в состоянии понять ни один нормальный человек. Ходорковского отправили в колонию в городе Краснокаменск Чеченской области. Лебедева в поселок Харп Кемало-Ненецкого автономного округа. В декабре следующего 2006 года обоих перевели в следственный изолятор Читы для предъявления обвинения уже по так называемому «второму делу ЮКОСа». По версии следствия, Ходорковский и Лебедев похитили 350 миллионов тонн нефти, которую ЮКОС добыл с 1998 по 2003 год и получили почти что 400 миллиардов рублей от ее продажи. Это была вообще вся нефть, добытая компанией. Свою вину Ходорковский и Лебедев снова не признали. И 30 декабря 2010 года судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал их виновными и приговорил каждого к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока. Затем срок снизили до 10 лет и 10 месяцев. В декабре 2013 года президент Владимир Путин после своей пресс-конференции неожиданно сообщил, что получил от Ходорковского прошение о помиловании. Причиной стала тяжелая болезнь матери бывшего владельца ЮКОСа. Уже на следующее утро был подписан указ о помиловании. В тот же день Ходорковского вывезли из колонии в Сегеже и отправили сначала в Петербург, а затем в Берлин. С тех пор в России он не был. Платон Лебедев вышел на свободу в январе 2014 после решения президиума Верховного суда о сокращении его срока. В заключении до сих пор остается бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Его арестовали первым за две недели до Лебедева и признали виновным в организации убийства мэра Нефтьюганска Владимира Петухова и приговорили к пожизненному сроку. В тюрьме он находится уже более 16 лет. Пичугина называют последним заложником по делу ЮКОСа. Дело ЮКОСа выходит далеко за рамки обычного коммерческого спора, пусть и очень большого, каким его поначалу поставились представить российские власти. И даже за рамки обычного политического процесса, сопровождающегося масштабным переделом собственности. Оно стало поворотным в развитии страны. Это признают большинство экономистов, бизнесменов, финансистов, с которыми я общался в течение последних 15 лет и обсуждал эту тему. Многие считают, что именно с этого дела начался путинский авторитаризм. Именно оно стало той развилкой, после которой страна двинулась по пути, где общераспространенными понятиями стали силовой беспредел, правовой нигилизм. И эти понятия давно перестали быть терминологией исключительно либеральной оппозиции. Достаточно послушать выступления на всевозможных форумах и конференциях представителей экономического блока правительства, что предыдущего, что нового состава. Год за годом они сетуют на качество институтов, отсутствие независимого суда, громкие дела, в которых только фигуранты меняются. Майкл Калвин, например, уже сидит под арестом больше года и еще проситит как минимум до мая. И ему еще очень повезет, если он лишится только спорного актива, как лишился башнефти, например, Владимир Евтушенков из АФК-системы. Та система, в которой все больше проступают феодальные черты, начала складываться задолго до тандемов и рокировочек, ставших причиной массовых протестов начала прошлого десятилетия. И то, что дело ЮКОСа для России не закончилось и в обозримом будущем не закончится, со всеми вытекающими отсюда последствиями, тоже лучше иметь в виду, говоря о деньгах и о том, как политика и экономика сказываются на их наличии. Сегодня значительную часть нашей программы займет интервью с президентом, председателем правления инвестиционного холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым. Он согласился поделиться своим мнением по широкому кругу вопросов. От конфликта между ЦБ и Сбербанком из-за угрозы монополия последнего, причем не только на рынке финансовых услуг, до использования системы искусственного интеллекта для анализа проведения участников фондового рынка. От последствий коронавируса до проблем в европейской экономике. Что так уж сильно беспокоило и беспокоит Центробанк в том, что Сбербанк строит свою экосистему? Основная задача, одна из целей, которую ЦБ озвучивает, у него поддержание конкуренции в банковском секторе. По сути, Сбербанк, используя огромный ресурс, который у него есть, создает модель, в рамках которой вся жизнь человека проходит внутри Сбербанка. Он там рождается, учится, женится, умирает. И при этом Сбербанк имеет колоссальный объем данных о своих клиентах, в том числе о потенциальных клиентах, которые он обогащает за счет покупки новых компаний. Он будет знать все о вашем здоровье, о ваших знакомствах. И за счет этого другой банк этого клиента просто никогда не получит, какой бы он хороший продукт ни сделал. То есть его колоссальная экосистема проглотит. Это, конечно, Центробанк немножко, как немножко, основательно беспокоит, потому что в этом случае на рынке останется один Сбербанк, который, в общем-то, может сам себе регулировать. Зачем тогда регулятор? Ну, поскольку у Сбербанка, у Центробанка есть и другие конфликты интереса, он в рамках санации российских банков стал владельцем 100% пакетов огромного количества открытия, группы БИН, траста. Насколько вот эта его озабоченность, она связана с тем, что лежащие на боку банки, которые нужно оздоравливать, который приносит гигантские убытки, тоже окажутся неконкурентоспособными. ЦБ еще есть задача эти банки продать, а для того, чтобы эти банки продать, нужно, чтобы они зарабатывали и имели возможность развиваться на рынке. Это, конечно, тоже играет свою роль, хотя в защите того, что есть фонд консолидации банковского сектора, конфликт интересов все равно сохраняется. То есть ЦБ и регулирует, и владеет, и должен на этом рынке еще зарабатывать на том самом, который он сам регулирует. Но я все-таки думаю, беспокойство регуляторов в меньшей степени связано с банками из фонда консолидации. Там достаточно сильные, крепкие банки, которые сейчас не генерируют убытков, они регенерируют прибыль, и в значительной степени уже погасили убытки, накопленные предыдущими акционерами. Все-таки скорее ЦБ тут действительно за рыночную конкуренцию, у нас достаточно прогрессивный регулятор, и в данном случае, чтобы на рынке было хотя бы два игрока, а не один, как стремится Сбербанк. Ну, есть чего в ТБ. Хорошо, правительство уже сейчас начинает процесс перехода к управлению Сбербанком. Мишустина в ходе встречи с Грефом сказал, что правительство нравится технологии Сбербанка, и оно готово строить свою цифровую платформу на этих технологиях. Что произойдет, если произойдет дальнейшее сращивание Сбербанка и, допустим, государственных цифровых платформ? Если Сбербанк получит доступ ко всем базам данных, там, ЗАГСов? Он и так уже имеет доступ к большей части баз данных. И не стоит забывать, что Греф, ну, в данном случае, лично как Греф, а не как глава Сбербанка, фактически был назначен старшим по диджитализации страны в блоке искусственного интеллекта. Ну, что произойдет? Сбербанк станет еще сильнее, конкурировать с ним будет намного сложнее, потому что, владея информацией о всех потребностях, имея возможность инвестировать в ту же самую бигдату и строить какие-то предиктивные модели, он будет за год до меня знать, что мне нужно, и предлагать эти услуги. В принципе, мне как потребителю это, в общем-то, и неплохо. Мне как банкиру плохо, потому что банк «Финам», ну, у нас в группе еще и банк, он маленький, и такого он предложить не сможет. И какой бы мы классный сервис ни сделали, Сбербанк, безусловно, сделает лучше. А для государства это, наверное, тоже хорошо, потому что, скорее всего, Сбербанк будет делиться дополнительной информацией, государство будет больше знать, оно меньше потратит, оно получит уже готовые, отработанные в рамках крупного банка платформы, которые умеют работать на массовую аудиторию. Ну, хорошее экономное решение. То есть чиновники сделали то, что им поручили, потратили не очень много. Опять же, налогоплательщик тоже должен быть доволен. Прозвучала бигдата, искусственный интеллект, нейросети. Где место этим всем технологиям на фондовом рынке? Они пригождаются практически по всему циклу. Это, с точки зрения брокера, это и привлечение клиентов, анализ их потребностей, предсказание возможного оттока, предложение оптимальных инвестиционных портфелей. С точки зрения трейдера, это анализ торговых систем, это высокочастотный трейдинг, это, опять же, построение больших моделей бизнеса, которые позволяют выбрать неоцененные и перспективные компании. То есть искусственного интеллекта на рынке все больше. Другое дело, что искусственный интеллект – это пока штука такая больше маркетинговая. Это некий хайп, как в свое время 3D-печать, нанотехнологии и многие другие вещи. Те же самые исследователи справедливо говорят, что интеллект искусственный есть, но уровень интеллекта у него примерно как у пчелы или таракана. То есть он все-таки не такой умный, но уже это полезный таракан, он многое делает в работе. Доля решений, которые принимаются с учетом искусственного интеллекта, будет расти. И так или иначе, лет через 5-10 инвестор, наверное, будет просто выполнять рекомендации торгового робота, который будет подсосан к нейросети Сбербанка и давать рекомендации. А Сбербанк не залезает на вашу территорию? Залезает, конечно, активно залезает. Вообще, прошлый год для фондового рынка, он стал годом банков. Вот эти вот более чем 2 миллиона людей, которые привлекли на рынок, это в значительной степени банковские клиенты, которые привлекались самими банками. Гораздо интереснее не платить людям за то, что они держат деньги в банке, то есть депозиты, а брать с них деньги за то же самое, за то, что они держат свои активы в банке. Эти услуги начали активно продаваться. Их плюс, безусловная лояльность аудитории, ну и большие базы, которые уже есть, с которыми можно работать. Когда вы привлекаете клиентов с рынка, это одно, а когда у вас уже есть 80 миллионов клиентов, это все-таки чуть другой бизнес. С банковскими приложениями для торговли на фондовом рынке разбирался Никита Сафронов. Я, в отличие от многих своих друзей, трейдингом никогда не занимался, не покупал и не продавал ценные бумаги. Пока трейдинг не пришел ко мне в карман. Буквально, он появился в приложении банка, которым я пользуюсь. Я говорю про Альфа-банк. Если мы откроем это приложение, я надеюсь, оно узнает меня по лицу. Да. И промотая немного вниз, мы увидим графу инвестиций. Альфа-банк предлагает мне прямо в телефоне приобрести акции либо самого Альфа-банка, либо Газпрома, либо Роснефти. Стоимость от 1000 рублей до 1000 евро на свой вкус, на любой кошелек. Побирайте. Здесь же доверительное управление. Я могу доверить свои деньги банку, чтобы банк вкладывал эти деньги во что-нибудь в другие ценные бумаги. Разный риск, разные проценты. Вот, например, под названием денежный поток рублей предлагает мне 12% годовых. Это, видимо, довольно высокий риск. Или вот другой, который предлагает мне 7% годовых. Здесь же в приложении Альфа-банка можно вложиться в ПИФ по его инвестиционный фонд и приобрести виртуальное золото. Это приложение показывает, что за последний год доходность золота превысила 10%. Или же, здесь же, можно купить еврооблигации. Их доходность была почти 10%. Но бог с ним, с банком. Возьмем простые Яндекс.Деньги, которые, я надеюсь, тоже распознают меня по лицу. Да, здесь мы можем в сервисах выбрать инвестиции. И они предлагают два варианта. Это Ями. Ями – это такой сервис совсем для новичков, вроде меня, которые не имеют опыта трейдинга. Или же вы можете сотрудничать с БКС-брокер, одной из крупнейших российских брокерских компаний. Выбор за вами. Так что трейдинг пришел к вам в карман, и ходить за ним в Финам или БКС или специальные трейдинговые организации необходимость фактически отпала. Ну, банки молодцы. Они много делают для рынка. И уже новые его контуры видны. Скорее всего, с точки зрения объемов клиентских баз, на нем будут преподавать крупные банки. Причем банков будет не так много. Постепенно клиенты, которые делали первые шаги в банках, не все, но тем, кто хотят больше, будут переходить в брокерские компании. Но все-таки классический брокер – это будет скорее нишевым бизнесом. То есть основную массу заберет на себя тот же Сбербанк. Нет ли соблазна сделать нейросеть, который будет анализировать не рынок, а реакции именно людей? Есть такая штука. Но она, правда, сделана с другой целью. Не самим заработать на операциях, а помочь клиенту. То есть есть система, которая анализирует сделки клиентов. Она умеет видеть, когда клиент начинает совершать нетипичные для себя сделки, в том числе сделки, которые потенциально могут привести к его убытку. То есть система видит, что он начал отыгрываться, взял излишнее плечо, что открыл позицию, на которой до этого пять раз зафиксировал убыток, но хочет еще раз повторить. И вот она сейчас на стадии тестирования, но статистика хорошая. Коронавирус, черный лебедь, да, прилетел черный лебедь. Можно ли сказать, что рынок уже отыграл этого лебедя, и не будет ли второй волны панической, когда начнут выходить данные по первому кварталу, например? Первая волна, наверное, отыграна на той же нефти, даже с некоторым избытком, потому что нефть упала существенно более чем на 15% на фоне ожидания того, что в Китае существенно снизится потребление. Пока, по данным нефтяных компаний, потребление в Китае находится на ожидаемом уровне, резкого снижения не произошло. Так что новости макрономические, которые могут появиться, скорее всего, будут выглядеть не так плохо. Вторая волна может быть связана с распространением коронавируса, другие крупные экономики, как минимум Японии, а может быть Штаты. Появление там нескольких сотен больных рынок могут уронить существенно, тем более, что все основные рынки, в том числе американские, сейчас находятся на локальных пиках, и им нужен повод для просадки процентов на 15-20-25. Коронавирус в этом плане хороший повод. О том, как коронавирус повлиял на китайскую экономику, в сюжете Никиты Сафронова. Вспышка коронавируса в Китае ударила чуть ли не по всем мировым технологическим и автомобильным гигантам. Из-за карантина и угрозы заражения мировые предприятия закрывали свои производства и эвакуировали сотрудников. 28 января свои фабрики закрыли Apple и Samsung. Первый закрывал даже розничные магазины. Сейчас они постепенно восстанавливают работу. Несмотря на это, Apple заявил, что хоть заводы находятся далеко от очага заражения провинции Хубей, восстановление проходит медленно, а потому по всему миру будут ограничены поставки айфонов и другой продукции компании. Samsung же ограничился заявлением, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия. Среди автоконцернов многие уже возвращаются в Китай. Гигафабрика Tesla в Шанхае остановилась по просьбе властей 29 января, через три недели после начала продаж собранных на ней машин. Впрочем, уже 13 февраля, то есть через две недели простоя, возобновила работу. Китайские конвейеры одного из заводов автоконцерна Toyota заработали 17 февраля, после девяти дней остановки. Также после недельного с лишним простоя к работе вернулись заводы Mazda и Audi. Помимо закрытия заводов, в январе в крупнейшем импортере нефти в мире, которым является Китай, на 10% упала переработка импортной нефти местными НПЗ, а российской нефти на целых 17%. Местные аналитики прогнозируют и дальнейшее сокращение. Спрос на нефть в Китае в феврале этого года может обвалиться на целую четверть из-за застоя промышленности во второй экономике мира. Китайский коронавирус обвалил мировые цены на нефть больше, чем на 10$. Нельзя сказать, что российский рынок сейчас из-за санкции стал менее включенным в мировую систему и небольшой авторки, которая позволит ему в случае штормов на мировом рынке остаться островом стабильности. Наш рынок по-прежнему очень плотно интегрирован в систему глобальную, становится интегрированным в нее все больше и больше по обоим направлениям. Нерезиденты инвестируют в Россию, российские инвесторы, в том числе частные, активно инвестируют на внешних рынках, прежде всего США. И поэтому, если что-то произойдет в глобальном масштабе, о островом стабильности, скорее всего, не останемся. Другое дело, что действительно наша ситуация с точки зрения инвестирования неплохая. Низкая инфляция, отрицательный внешний долг, положительные сальдо торгового баланса. Сдвинуть Россию в этой ситуации какими-то средними новостями сложно, но начнется большой кризис, что безусловно он застронет и нашу экономику. Да, но у нас при этом всего 1,3 ростов ВВП. Ну да, так называемый новый застой. Мы не растем, мы лежим, но лежим очень крепко и уверенно. Есть большая избыточная денежная масса, и на Западе уже начинают появляться комментарии о том, что, а если вдруг начнется какая-то инфляция, а инфляция может начаться из-за того, что, например, произведут там сбои с поставками китайских товаров или еще чем-то, то это будет удар в спину центробанков, они не смогут продолжать политику накачивания ликвидностью рынков, потому что это начнет сказываться на потребительских ценах. И тогда им придется увеличивать ставки. Насколько это может спровоцировать серьезный кризис? Инфляционная модель – это как раз одна из моделей сдутия пузыря. Еще раз, на мой взгляд, пузыря нет, но есть некий перегрев. Позовем его условно пузырем-то. Вдруг инфляционный сценарий – это одна из моделей сдутия пузыря, и, возможно, развитым экономикам в ближайшие годы нужно будет привыкнуть, что инфляция у них станет выше, чем сейчас. Вряд ли двузначная, но вот 5-7% вполне может быть. И не исключено, что центробанки осознанно на это пойдут. Но ставки не повысят? Тут же все сложно, потому что, повышая ставки, они снижают конкурентоспособность собственной экономики и возможности роста производства. И тут, выбирая между высокими ставками инфляции, многие выберут инфляцию, потому что хоть слово в России не полярное, а инфляция – это чаще всего экономический рост, и штука тут макроэкономически не такая плохая. О том, чему может привести бесконтрольное печатание денег, расскажет Анастасия Тищенко. Деньги вместо дров, деньги вместо обоев. Деньги – всего лишь бумага. И если правительство напечатает много такой бумаги, она обесценится. В начале 20-х годов прошлого века цены в Германии выросли в тысячи раз. После Первой мировой войны страна потеряла колонии, иностранные инвестиции и была вынуждена выплачивать репарации. Чтобы погасить долги, Рейхсбанк без остановки печатал деньги. Но Росцен стремительно обгонял эмиссию. До войны батон хлеба стоил меньше одной марки, а в разгар инфляции – 430 миллиардов марок. За ботинки в магазине просили 30 триллионов, и не было гарантии, что завтра они не станут еще дороже. Зарплату людям выдавали порой два раза в день, чтобы они успели потратить ее до очередного скачка цен. В 1921 году инфляция в Германии достигла 3,2 миллиона процентов в месяц. Тогда правительство объявило старые деньги вне закона и начало выпуск новых марок, чья стоимость обеспечивалась недвижимостью немецких собственников. Одна новая марка обменивалась на триллион старых. Печатный станок перестал работать без перерыва. Через несколько недель цены стабилизировались. Примерно в то же время с кризисом боролась и Советская Россия. Большевики захватили Государственный банк и под угрозой ареста обязали население сдать царские деньги, драгоценные металлы и иностранную валюту. Люди вернулись к натуральному обмену, только обменивать порой было нечего. Например, у крестьян большевики изымали весь урожай сверх минимума необходимого для выживания. Народ голодал. На помощь пришла новая экономическая политика НЭП и Золотой Червонец. Новый вид денег для нужд хозяйственного оборота. И если те кризисы были связаны с тотальным контролем государства над экономикой, то в 90-е годы 20 века в России все было наоборот. Страна переходила на рыночную экономику. Правительство перестало контролировать ценообразование. Но левый парламент так нагрузил бюджет, что пришлось включать печатный станок. Цены взлетели. Только за 1992 год инфляция превысила 2500%. Чтобы исправить положение, правительство ввело валютный коридор. Но в 1997 году начался кризис на финансовых рынках Юго-Восточной Азии. Цены на российскую нефть упали вдвое, а курс рубля по отношению к доллару втрое. В августе 1998 года Россия объявила дефолт по внутреннему долгу и переход на плавающий курс рубля. Совсем недавно с гиперинфляцией столкнулась Венесуэла. Политический кризис и падение цен на нефть привели к тому, что в 2018 году купить хлеб здесь могли только миллионеры. Минимальная цена за батон 1 миллион 400 тысяч боливар, при средней зарплате 5,5 миллионов. Инфляция достигла 1 миллиарда 700 миллионов процентов. Закрылись заводы и производства. Люди голодали и массово бежали из страны. Ситуация улучшилась после того, как социалистическое правительство Венесуэлы ввело новую валюту – «Суверенный Булевар» и перестало контролировать импорт и цены на товары. На этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», который Роскомнадзор так и не смог заблокировать. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова